Спасибо, глубоко уважаемый президиум. Я на закуску вас постараюсь быстренько. Ну, у меня такая тема. Мелкоклеточный рак лёгкого, на самом деле, особая форма рака лёгкого, редко, 15%. Часто начинается в бронхах, классифицируется, в общем-то, чаще всего, как распространённые заболевания, как нас учили наши учителя, говорили, он течёт по типу гемобластоза. Если рак лёгкого мелкоклеточный, это, по сути, гемобластоз. Ну, условно так говорили, понятно, да? Более агрессивный, чем немелкоклеточный рак лёгкого. Часто определяется именно в метастатических стадиях. Так, я... Как-то тут мне очень неудобно. Я вот всё-таки вот так. Он и морфологически отличается, посмотрите, совсем другого по сравнению с немелкоклеточным раком лёгкого. Чаще всего, почти 70% это распространённые формы, и, мало того, такая пятилетняя выживаемость в этой стадии очень низкая, 1,2%. Пять лет переживает. Кроме того, мы все знаем, что это пациенты, которые очень часто имеют метастазы в головной мозг, или первично, или уже во время лечения, поэтому они профилактическое обучение головного мозга в некоторых центрах делают. И, на самом деле, это является всегда неблагоприятным с точки зрения прогноза. Варианты лечения, конечно же, безусловно, если это локальная стадия, в какой-то степени нам здесь помогают наши любимые, дорогие хирурги, но всё-таки основное лечение для любой стадии мелкоклеточного рака лёгкого является лекарственной терапией, потому что это изначально, по сути, считается всё-таки системный процесс. Ну, вот такой он биологический. И варианты химиотерапии на сегодняшний день мы знаем, что, в общем-то, это золотой стандарт препарата платины в комбинации с этапозидом. Но есть препараты платины с ринотеканом, гемцит-1 с карбоплотином и так далее. Вот такой пациент, 68 лет, клическая стадия Т3Н2М1, опухоль достаточно большого размера, увеличение псилатеральных медицинальных лимфатических узлов, три метастаза в печени, метастаз в головном мозге не выявлено, и КОК-2, признаков паронопластического процесса нет, то есть он себя, в принципе, относительно хорошо себя чувствовал. Какую тактику лечения вы предпринимете в качестве первой линии? Ну, понятно, что здесь системная терапия, цистоплотин или карбоплотин с этапозидом, цистоплотин карбоплотин ринотекан, цистоплотин гемцитабин, КАФ и другое. А смогли для голосования загрузить что-то? Ответит кто-то, нет? А? Голосование в работе. А, голосование в работе? Сейчас, несколько секунд надо, чтобы... Быстрее голосуйте, вы что так медленно голосуете? Спасибо большое. На самом деле, большей частью все назначили этапозид с цистоплотином или карбоплотином. На самом деле, золотой стандарт. Параллельно, в общем-то, были исследования в 95-м году, которые, ой, в начале 2000-го года, которые показали, что цистоплотин, карбоплотин, по сути, медиана времени беспрогрессирования одинаковая. Медиана общей выживаемости, мы тут смену делаем одинаковая. Единственное, что вопрос стоит только о токсичности. И вы используете ту или иную комбинацию, в зависимости от того, какую вы ожидаете токсичность, которая для больного, в общем-то, неприемлема. Мои графики тоже показывают, в общем-то, что это абсолютно одинаковые. Кроме того, 4 или 6 циклов, в общем-то, время беспрогрессирования, медиана времени беспрогрессирования, чуть-чуть больше, если делаешь 6 циклов, медиана общей выживаемости всего на один месяц. Поэтому 4-6 циклов, в общем-то, 4 имеют более благоприятный профиль переносимости по сравнению с 6 циклами. Ну, Ирина Текан плюс Платина показала, что на самом деле есть такая схема, она существует, но на сегодняшний день она практически равна по своим всем показателям схеме топозита с препаратами Платина. Вообще, особенность этой опухоли в том, что практически чуть ли не 70%, 80% имеют больных хороший эффект. Чуть ли не 70% мы сразу видим, а то и больше, да? Мы видим сразу улучшение общего состояния, уменьшение опухоли и радуемся, что там частичный регресс, иногда даже полный. Но, к сожалению, вот эти эффекты очень короткие. Вся беда заключается в том, что, да, мы добились эффекта, но эффект короткий. И, в общем-то, в результате этого время до прогрессирования очень маленькое, и, соответственно, и выживаемость от этого тоже маленькая. Не больше года. И, в общем-то, метаанализ вот такого количества пациентов был показан о том, что 5-летняя выживаемость дельта у них не очень большая, всего 1,5 года. Ой, 1,5%. Ну, вот это не надо голосовать. Я как раз про другое. Есть ли что-то другое в 2019 году для первой линии? Мы уже так вообще привыкли к схеме ЕП. Сделаешь схему простая, нормальная, дешевая. Препарк всегда у всех есть в каждом регионе. Сделал, получил эффект замечательно. Облучил, но потом получил прогрессирование. Но вначале это всегда очень хорошо. Но все-таки другое. Появилось что-то в 2019 году или нет. Так же, как и любой рак легкого, в частности, мелкоклеточный, он характеризуется все-таки высоким... Как это называется-то? Забыла. Что? Мутационная нагрузка. Там получается 7,5 мутаций на мегабазу и даже выше. То есть это достаточно такая опухоль мутационно-активная. Конечно, безусловно, рассматриваются иммунтерапии. К сожалению, которые я покажу исследования в этом году. Были исследования раньше, но сейчас в этом году появились некие дополнительные ее данные. А вот использование иммунтерапии с химиотерапией при мелкоклеточном раке легкого возможно или нет? Наверное, да. Потому что блокада ПДЛ может усилить прайминг Т-клеток в лимфоузлах. Высокая частота ответа, которую получают за счет химиотерапии при мелкоклеточном раке легкого, может обеспечить высокий уровень онкологических антигенов. И блокада ПДЛ может повторно активировать противоопухолевую активность Т-лимфоцитов. В принципе, это теоретически обосновано. И очень интересно, в этом году, по идее, в общем-то, отметили результаты основных двух исследований. Исследования ИМПРУ-133 от излизумаб с химиотерапией при мелкоклеточном раке легкого. И исследования КАСПИНТ, тормимолюмаб с дарволумабом, с этапозидом и с препаратом платины. Два исследования, достаточно в 2019 году, которые, в общем-то, опубликовались на сегодняшний день. К сожалению, КАСПИНТ, первая часть исследования, она еще идет в работе. Анализ общей вживаемости в этой группе пока пациентов продолжается, потому что длительный период достаточно еще наблюдений за этими пациентами. А вот вторая часть, когда больные получали дарволумаб с карбоплатином или цисплатином, но в сочетании с этапозидом, а затем поддерживающая терапия дарволумаба до прогрессирования процесса, показали, что, в общем-то, пережили часть пациентов, однолетний период, 50% год, и 39%, ну, 40% те, которые получали только химиотерапию. И, смотрите, 18 месяцев уже, в общем-то, прошли больные, период для прожития полтора года для мелкоклеточного рака легкого. Эти, это исследование, результаты этого исследования практически соотносятся с результатами исследования МПРУ-133. Здесь медиана наблюдения уже выше, практически, ну, больше, чем полтора года, и на АЭСМО 2019 года были представлены эти данные. Вы видите, пациенты в качестве первой линии было, ну, почти 400, больше даже 400 пациентов. Это больные, которые не получали никакую-либо системную терапию. Сратификация была по состоянию, общему состоянию, полуметастазов, головной мозг. Эти пациенты одни получали рандомизированный аттезолизумаб с карбоплатиновым и стопозидом, а другие – плацебо, карбоплатиновый и топозид. И затем была поддерживающая терапия АТЭЗа, а здесь – плацебо. И потом я чуть позже скажу, что вот этот кроссовер его отменили в связи с результатами исследований. Абсолютно сопоставимые были группы, я не хочу останавливаться, они были абсолютно одинаковые. Что при общей выживаемости, еще когда была промежуточная оценка 2018 года, в 2018 году сообщалось, 51,7 примерно, как и в исследовании Каспин, примерно одни и те же данные, 51,7, там, кажется, 39, да, было процентов. А вот в 2019 году обновленные данные показали о том, что то же самое, в 18 месяцев 34% и 21% – это значимая была разница для пациентов, которые получали комбинацию иммунотерапии с химиотерапией, что до этого у нас, в общем-то, для этих пациентов стандарти не было. У них одинаковая была частота общего ответа, как полных регрессов, так и частичных, что на химиотерапии, даже чуть больше на химиотерапии, чем на тазолизумабе. Но длительность этой ответа, если пациент уже получил объективный ответ, то этот объективный ответ был гораздо дольше, чем ответ, то, что мы и хотели добиться. Мы получаем высокого ответа, но мы его не можем удержать. А благодаря использованию тазолизумаба мы можем удержать этот ответ. В принципе, то, что нам и нужно было при мелкоклеточном раке легкого. И, в принципе, когда про групповой анализ сделали этого исследования, сообщили его в этом году, то было, в общем-то, посмотрите, преимущество этой комбинации гораздо лучше, чем если плацебо с химиотерапией или тазолизумаб с химиотерапией. И наибольшее, конечно, при всех абсолютно категориях, ну, больше, предположим, женщины превалировали с точки зрения показателей выживаемости. Эффект у женщин, которые, в общем-то, старше 65 лет, у которых, в общем-то, икок хороший. Понятно, что это больные более благоприятные, без метастазов и без метастазов печени. Кроме того, смотрели экспрессию ПДЛ, и оказалось, что, в общем-то, экспрессия ПДЛ, если вот была 1%, то, по большому счету, никакой зависимости не было. Только очень высокий процент, ну, какой высокий? Больше 5%, всего 29 человек было. Была разница между экспрессией между опухолевыми клетками и иммунными клетками. И кроссовер был запрещен, потому что вы помните, да, что одни больные получали от азолизумаб, другие плацебо, потому что, на самом деле, те больные, которые получали от азолизумаб, они лучше отвечали на лечение. И на сегодняшний день, НССН в 2020 году, на следующий год, уже ввел как от азолизумаб в комбинации с химиотерапией для больных о мелкоклеточном раке и легкого, так и дроволумаб. Что у нас в наших, для нас с вами, потому что мы все, большая часть, работаем по КСГ, мы не можем, у нас не оплатит страховая компания, как бы мы с вами ничего не придумывали, да. На самом деле, препарат зарегистрирован для мелкоклеточного рака легкого в качестве первой линии в комбинации с карбоплотином и топозидом в первой линии. И наши обновленные за 2019 год, наши руссковские рекомендации, еще АОР не опубликовал свои рекомендации, но Русска опубликовала и ввел в качестве первой линии для больных женщин, как мы уже решили, да, без метастазов все-таки в головной мозг, с хорошим общим состоянием, без метастазов в печень лучше бы, если бы они были в хорошем общем состоянии, все-таки эту комбинацию, потому что она может достаточно серьезно продлить им жизнь. Больной, поэтому кроме прочих у нас на сегодняшний день, совершенно в 2019 году, данные результаты, и включена уже схема иммунотерапии с химиотерапией. Ну вот, кроме того, на что обращают внимание, когда пациентам проводят первую линию? Вы, в общем-то, и все ответили, что химиотерапия. Дальнейший ответ, ответ второй линии, важен рефрактерный, нечувствительный вообще к препаратам, платин, вообще к химиотерапии. Эти пациенты могут получать вторую линию или вообще симптоматику. Резистентное время до рецидива заболевания меньше, чем 6 месяцев. Все-таки попытка химиотерапии второй линии сенситивная или чувствительная. Отмечен эффект на первую линию, если он продолжился, время до рецидива было, время до прогрессирования больше 6 месяцев. Может быть даже возможность вернуться к первой линии, сделать реинтродукцию первой линии. Наш пациент получил просто ЕП схему. У него был очень хороший ответ, но, к сожалению, этот ответ недолго держался, всего 7 месяцев после завершения лечения. У него появились множественные метастазы в печени и костях скелета. Я опять показываю ту же самую схему, в общем-то, использование препаратов при мелкоклеточном раке легком. Что бы вы предложили этому пациенту? Прошло 7 месяцев, возможно вернуться к цесплатину с топозидом, цесплатину с иринотеканом, топотеканом, поклитоксил, дотстоксил и другое. Это вторая линия. То есть в первой линии мы прибавляем сейчас отозолизума, в общем-то, по всем. Я думаю, что у нас сейчас пока этой схемы в КСГ нет, но я думаю, что она будет включена для мелкоклеточного рака легкого, когда ОР включит свои рекомендации. Топотекан, поклитоксил, дотстоксил и другое. О, другое, 25%. Вы уже ожидаете что-то, да? Понятно. Спасибо большое. На самом деле топотекан является тоже золотым стандартом, единственным препаратом, одобренным в США и Европе для использования во второй линии терапии, при чувствительном к химиотерапии мелкоклеточном раке легкого. В сравнении с КАФ, он, в общем-то, различия между топотеканом и КАФ значимого нет, в препарат существует. В нашей версии 2018 года то же самое стоит режим топотекана, ринтекан, дотстоксил с топозидом, кто-то говорил, отмечал дотстоксил, гемцитабин. Ну и наш любимый КАФ у нас любит очень назначать эту схему. То есть в 2018 году было так. А что-то другое есть на 2018, в 2019 году появилось или нет? Ну, на самом деле, вторая и последующая линия. Что может быть в 2019 году? Что мы можем? На самом деле, исследований было много в качестве второй линии. Они были промежуточные, их докладывали несколько раз. Это был и 2017 год, и 2018. Но первое исследование, о котором все время говорили, о котором все время показывали результаты ежегодно, это не Волумаба, Чекмэд 032. Дизайн его был, там была рандомизированная, не рандомизированная, а когорта. Я как раз хочу показать результаты 2017-2018 года. Рандомизированная когорта показала частоту объективного ответа с использованием комбинации Неволумаба и Пелемумаба в качестве второй линии выше. Ну, не рандомизированные когорты то же самое. При этом время до прогрессирования на самом деле не отличалось. То есть частота эффекта была выше у комбинации, а длительность этих эффектов была совершенно одинаковая. При этом общая выживаемость не зависела от мутационной нагрузки при монотерапии Неволумабом. Ну, а не Волумаб с Пелемумабом, только те пациенты, которые больше жили те, у которых был высокий ТМВ. Отдаленные результаты этого исследования опубликованы в этом году. И на самом деле, как вы помните, там в дизайне были больные, которые получали первую или последующую вторую линию. Были пациенты, которые получали в качестве третьей линии иммунотерапии. Было показано, что пациенты, выживаемость без прогрессирования была достаточно... Ну, где-то 17% больных прожили 6-месячный период. Это дополнительно к тому, что они имели уже от предшествующих линий. А общая выживаемость, медиан общей выживаемости, треть, по сути, больных прожили год после получения этого лечения. И два исследования, 331 и 451, это исследование Неволумаба, при метистатическом мелкоклеточном раке легкого, третья фаза. Одна группа в исследовании 331 получала Неволумаб или против химиотерапии. Это достаточно интересное исследование. Или Неволумаб с эпилемабом плацепо с последующим продолжением Неволумаба. И вот очень интересно, кому мы больного, какому назначим иммунотерапию в качестве второй линии метистатического мелкоклеточного рака легкого. Все-таки мы на химиотерапию перейдем или на второй линии иммунотерапии. Так вот оказалось, что те пациенты, которые получали Неволумаб, в какой-то даже части они давали худшие результаты с точки зрения показателей выживаемости, чем больные, которые получали химиотерапию. Но какая-то группа больных потом выходила после 6-месячного периода, даже 12-месячного периода выходила на другие совершенно цифры. Частота объективного ответа была при этом выше при использовании Неволумаба. И посмотрели общую выживаемость, чтобы выделить тех больных, которые показали лучшую выживаемость после годичного наблюдения. Оказалось, что те больные, которые были резистентны к химиотерапии первой линии, то эти больные лучше отвечали на Неволумаб. А те, которые отвечали на химиотерапию, они лучше имели, ну, больший прирост с точки зрения использования химиотерапии. Поэтому если во второй линии мы используем препараты иммунотерапии, то тогда мы смотрим на то, что пациенты как отвечали на первый режим лекарственной терапии. И в зависимости от наличия метастазов в печени исходного пациента, если не было метастазов, то Неволумаб больше превалирует с точки зрения показателей выживаемости. Более преимущество у него есть по сравнению, если у больного есть метастазы в печени. Все, заканчиваю почти что. Ну и пимбролизумаб, это тоже препарат, который на сегодняшний день по данным общей выживаемости, здесь не было группы сравнений, здесь смотрели в зависимости от экспрессии ПДЛ. И на сегодняшний день, вот именно в 2019 году было зарегистрировано показания для пимбролизумаба мелкоклеточного рака легкого. И на сегодняшний день вот так выглядят схемы второй и последующей линии. Список препаратов у нас в Российской Федерации в качестве второй линии зарегистрировано Неволумаб и зарегистрировано пимбролизумаб. И в той, и в той степени. В наших уже 2019 года введен, ну на 2020 год введен только Неволумаб. В наших рекомендациях, возможно, в АОР введут и Неволумаб, и пимбролизумаб. И мы ждем результаты в 2020 году. Очень интересные будут исследованные стимули, которые покажут, так же как Дерволумаб при мелкоклеточном раке легкого, это при мелкоклеточном раке легкого больные, которые получают химиолучевую терапию, потом в поддерживающем режиме получают эпилумумаб, 4 введения, Неволумаб до прогрессирования для поддержки вот этого состояния эффекта. И при мелкоклеточном раке легком у нас сейчас есть первая линия от изолизумаб плюс этапазит с платиной, и во второй линии эпилумумаб и последующих линий эпимбролизумаб. Но я хочу, пользуясь случаем, пригласить вас на 18-е заседание Школы трудных случаев онкологии. Мы будем разбирать лечение резистентных форм солидных опухолей. Это 21 декабря, начало в 10 часов, конференц-центр «Игры разума». И точно так же на конференцию «Трикита клиническая онкология» 19-20 марта, тоже самое на этой же площадке, конференц-центр «Игры разума». Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok